Зверь с оружием Вера в наших сердцах. В кинотеатре «Мелодия» впервые пройдет показ документального православного фильма. Начнем выпуск со скорбной даты. Сегодня исполняется 21 год со дня, когда в Березники пришла большая беда. 29 марта 2000 года в чеченском ущелье под селением Джани-Видино пермский сводный отряд вступил в неравный бой с боевиками. 23 сотрудника Березниковского ОМОН не вернулись домой. По священной традиции почтим память павших минутой молчания. Уже 21 год, а как будто только вчера. И каждый раз 29 марта это рвущее изнутри душу чувство. У тех, кто ушел в небеса, уже выросли дети и подрастают внуки, но боль в сердцах матерей, вдов и боевых братьев не ослабевает. Каждый год они здесь, выглядываются в лица своих близких и пытаются сказать самое важное. Сказать, что его не хватает? Очень не хватает. Поддержки не хватает. Это мой старший брат. У нас вообще были очень хорошие отношения. Мы всегда очень любили друг друга. Бывает, что дерутся, а у нас нет. Мы друг друга лепили очень сильно. Я помню в пожарной охране работал, когда в списке шли, шли, шли в списке. Я просто не мог остановиться. В подушку ревел. Я думал, он уже был в офигенном вызвании, потому что не пил, не курил. Всегда на спорте был. Музыкой занимался. Я думаю, все ребята здесь достойные. Подстелитесь, пожалуйста, ребятам тяжело. Зачем они шли туда? Да потому что не могли по-другому. В конце 90-х на Северном Кавказе сложилась крайне неблагополучная обстановка. Бандиты совершали ожесточенные нападения на населенные пункты, убивали мирных граждан. Среди пострадавших было много женщин и детей. Мы еще помним те времена, когда в стране от рук террористов взрывались целые жилые высотки, когда чеченские головорезы захватывали объекты культуры и школу. Наши парни не могли по-другому. Именно для нейтрализации террористов наш сводный отряд в марте 2000-го выехал в Веденский район Северного Кавказа. Братишка, братишка, его взять. Ориентируй нас, ориентируй. Вы справа по ходу движения от дороги, или слева. Ранним утром 29 марта связь со сводным отрядом Пермского ОМОН прервалась. Все те, кто оставались на базе, не отходили от радиоузла, ловя каждое слово, каждый звук в эфире. Наши парни попали в засаду под селением Джани Ведино и вступили в неравный бой с чеченскими головорезами. БТР и машины были подорваны. Огонь со стороны боевиков был настолько массированным, что ребята не могли поднять головы. Бой продолжался 8 часов. Сводный отряд Пермского ОМОНа держался до последнего патрона. За мужество и героизм 23 сотрудника Березняковского ОМОН награждены орденом мужества посмертно. Каждый март, год за годом, эти молодые, красивые, крепкие парни, вставшие грудью против насилия, зла и террора, и отдавшие жизнь за нас с вами, будут вновь и вновь оживать и улыбаться нам с кадров в видеопленке. А их близкие, возможно, когда-нибудь решатся издать книгу из стихов, которые болью выливаются на бумагу. Горячая, пылающая точка среди кавказских ледяных вершин И больше не увидит папу дочка И не обнимет мамку крепко сын Скажу вам, там романтикой не пахло И автомат не разжимали руки Последняя для них была-то вахта Устроили засаду в нашем духе Я не прощу, я не забуду точно И вас прошу, парней, не забывать Пусть папку помнит выросшая дочка И в снах своих обнимет сына мать Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин Новости верхниками Продолжу выпуск Немыслимая жестокость В Березняках завелся стрелок, убивающий бродячих собак Такое заявление сделали зоозащитники После того, как во дворах на Ленина 61 Нашли двух расстрелянных собак Внимание, кадры, которые мы покажем В следующем сюжете Особо впечатлительным лучше не смотреть Также просим увезти детей от экранов Одна из них была И, в общем-то, пробежала до 11 подъезда И выпала Зоозащитник Семен Ильин Открывает страшные подробности минувшей субботы На первый взгляд, мирный многоквартирный дом Но то, что здесь происходит, вводит в ужас Средь бела дня кто-то открывает огонь По бездомным собакам Не смущает даже то, что рядом гуляют дети В субботу мне в середине дня позвонили Сказали, что по адресу Ленина 61 Собака мучается, умирает, в конвольсиях лежит То есть дети, конечно, здесь, которые гуляли Наблюдали за этим всем Мы еще на тот момент не знали, что произошло То есть предполагали, что отравление Во-первых, когда приехали на место Обнаружили лужу крови И ее в этот момент уже кто-то утащил На мусорку, чтобы дети не видели этого всего Нашли тело, проверили Обнаружили пулевое отверстие Пуле, выпущенное предположительно из пневматики Сломало собаки ребро И вместе с ее осколками попало в легкое Собака долгое время лежала И захлебывалась собственной кровью Такие выводы сделали зоозащитники После проведенной экспертизы В полиции проводят проверку В городе Березняки по данному факту Зарегистрирован материал проверки По результатам проверки будет вынесено Процессуальное решение В настоящее время виновные устанавливаются Если кому что-либо известно О причастных к данному факту Просим обратиться в полицию Неделю назад здесь также пытались Убить собаку Мы не можем показывать такие кадры в эфире без специальных эффектов Спина собаки в огромных отверстиях от дроби Ветеринары насчитали 17 ран, которые сейчас гноятся Глубиной они в несколько сантиметров Лишь чудом животное выжило Случайные прохожие нашли изувеченную собаку И экстренно увезли ее в Пермь на операцию Обнаружилось, что собака была обстрелена Предположительно самодельным патроном Из гладкоствольного, возможно, ружья Или из травматического пистолета Но в ней было обнаружено и пыш И 17 дробинок Как только собака по кличке Мила Так ее назвали в клинике Поправиться ее заберут новые хозяева К слову, зоозащитники обещают денежное вознаграждение Тем, кто поделится информацией по поводу стрелка Телефоны вы видите на экране Сергей Калиник, Дмитрий Воронушкин Новость в Верхнекоме В Березняковской полиции сегодня огласили Исход еще одной нашумевшей истории Связанной с собакой Недавно видео, где хозяин избивает лабрадора По кличке Белла Облетело всю страну Обернется ли эта жестокая выходка Чем-то для нездержанного молодого человека Мы расскажем в следующем сюжете Вот те самые жуткие кадры Сделанные на мобильный телефон Удару кулаком и ногами Собака даже не сопротивляется А просто терпит Об этом ужасном случае мы рассказали В середине марта Произошел он под окнами 73-го дома на Мира Через пару дней после инцидента Хозяина нашли Полиция, зоозащитники и ветеринары Наведались к нему с проверкой Лабрадор Белла чувствовала себя хорошо Состояние удовлетворительное Целостность костей не нарушена Кровоподтеков нет Единственная небольшая болезненность В области правой лопатки Ну возможно вот это как раз таки удары За счет того, что у собаки хороший мышечный Такой каркас, корсет Собачка не маленькая Это ее, как говорится, спасает Но до каких пор и как это все Тоже, знаете, чревато Станислав, который так жестко избил четвероногого друга На глазах у всего двора Тогда рассказал Очень боится докхантеров А Белла сорвалась с поводка Убежала Через какое-то время он нашел ее за машиной Где она что-то грызла Тогда хозяин собаки и потерял контроль над собой Решил объяснить, что так нельзя делать То есть каких-то злых увечий Каких-то причинений вреда Такого, естественно, не было Потому что любимая собака Все ради нее делается И вот эти вот 8 секунд Которые выглядят как действительно жесткое, жуткое обращение Ну, такого намерения вообще не было После инцидента Семен Ильин попросил Станислава Добровольно отдать лабрадора Для этого ему нужно лишь было подписать досудебное соглашение Но Станислав отказался Он дал понять, ни за что не отдаст Беллу Потому как любит ее Молодой человек пообещал больше не поднимать на нее руку Несмотря на большой резонанс, который вызвала история Уголовное дело решили не возбуждать Поскольку у собаки был лишь небольшой ушиб Действия Станислава не попали под статью Жестокое обращение с животными Однако молодой человек теперь попал Под пристальное внимание полиции Зоозащитников и просто неравнодушных граждан Которые надеются, что эта история Послужит ему уроком Екатерина Зибзеева, Сергей Коленик Новости верхниками Расследование убийства жительницы Березняков Которое потрясло многих горожан В ноябре прошлого года завершено На женщину средь бела дня Напал мужчина с ножом Одного удара холодным оружием Оказалось достаточно, чтобы забрать жизнь Материалы уголовного дела Скоро отправят в суд Какие еще происшествия обсуждают Сегодня березняковцы Расскажем в нашей рубрике В Березняках рецидивист Предстанет перед судом За убийство женщины Напомним, 6 ноября прошлого года В районе 72-го дома по проспекту Ленина Пьяный мужчина на глазах у прохожих Зарезал женщину, которая проходила мимо 35-летняя потерпевшая Была ему мало знакома От полученного ранения Она скончалась спустя несколько часов В реанимации Установить личность подозреваемого И задержать его удалось довольно быстро Им оказался неоднократно судимый 36-летний местный житель Сегодня стало известно, что следственным отделом По городу Березняки завершено Расследование этого уголовного дела Сейчас оно направлено прокурору Для утверждения обвинительного заключения И дальнейшего направления в суд Сегодня в соцсетях обсуждают поступок водителя Который сбил женщину А после усадил ее в машину и уехал Не исключено, что в больницу Авария произошла 21 марта Водитель на ладе Калина Выезжал из дворов на улице Мира И поворачивал в сторону 2-го Нюрсама Видимо, не заметил женщину-пешехода И ударил передним бампером Упавшую даму водитель поставил на ноги И посадил в свою машину За оставление места ДТП по закону Могут лишить прав на год полтора Или назначить 15 суток ареста Правда, претензий у пострадавшей женщины К водителю нет Ни она, ни нарушитель Не хотят оформлять ДТП Тем не менее, в ГИБДД проводится проверка Как минимум, нарушителю грозит штраф До 2,5 тысяч рублей За то, что не пропустил пешехода А в Перми накануне девушку Тоже принудительно посадили в машину А точнее, положили в багажник Видеозапись семейной разборки Пользователи выложили в сеть Сцена, как в криминальном кино Произошла в субботу 27 марта В Перми на улице Халтурина Сожители вместе отдыхали у друзей На почве ревности У них возник конфликт Девушка устроила истерику В ответ на это Парень силой вывел Свою нетрезвую сожительницу На улицу Затолкал в багажник И уехал в неизвестном направлении Полиция не оставила этот инцидент Без внимания И установила участников конфликта Стражи порядка провели проверку Опросили участников И очевидцев происшествия Девушка не пострадала У участников инцидента Претензий друг к другу нет Русская поговорка Милые бронятся Только тешиться В этой ситуации Нашла свое подтверждение Сводку происшествий Подготовил Сергей Калиник К другим темам В честь первой годовщины Образования в Пермском крае Волонтерского центра Единой России В краевой столице Наградили лучших добровольцев Они и сейчас в строю И полномочия складывать Не намерены К вашему вниманию Сюжет наших пермских коллег Сегодня перед волонтерами Стоит задача Почистить пометники от снега За три года работы добровольцем Ренат Сагидуллин Попробовал себя в разных направлениях Но как он сам считает Самые ответственные дела Пришлись на последний год Когда во время пандемии В волонтерском центре Единой России Работал на доставке лекарств И продуктов пожилым и инвалидам Были разные интересные случаи Разные люди попадались И также, когда выезжаешь Тоже уже есть прям постоянные клиенты Которые нас ждут И им надо прям реально помочь Ровно год назад в партии На базе региональной общественной приемной Открылся волонтерский центр Который объединил 52 штаба По всему краю За это время поступило Более 93 тысяч обращений Волонтеры взяли в работу Свыше 19 тысяч заявок И это не только доставка лекарств И продуктов Неменее важными оказались Консультации по социальной И правовой поддержке Награды сегодня получают Самые активные волонтеры Памятная медаль Благодарственное письмо Подписанное президентом России Владимиром Путиным И, конечно, поддержка старших товарищей У вас большое будущее У вас большие возможности У вас большие перспективы Состоятся в этой большой жизни А мы вам всегда поможем Борьба с коренавирусом Общая задача в решении Которые за прошедший год Приняли участие не только волонтеры Но и депутаты всех уровней Они выделяют автотранспорт Для работы врачей Добровольцев Средства индивидуальной защиты Докторам доставляется горячее питание Я хочу огромное спасибо сказать волонтерам У нас волонтеры разных возрастов И в течение года они работают Работа не прекращается Поскольку пандемия до конца не побеждена Но с такими силами С такими ребятами С такой молодежью Мы обязательно победим И в работе волонтерского центра Уже появились новые задачи Впереди голосование по программе Формирование современной городской среды Город трудовой доблести В преддверии годовщины Победы Проведут уборку и благоустройство Памятников Великой Отечественной войне Так что и Ренату предстоит попробовать На себе еще много новых направлений Сергей Овчинников, Евгений Горотаев Вести, Перм Из второго блока выпуска Вы узнаете какой уникальный документальный фильм Можно будет посмотреть в апреле В кинотеатре «Мелодия» И что за необычный лыжный пробег Прошел в Новожилово Мы прервемся на короткую рекламу Оставайтесь с нами Авдека Ленина в эти дни ажиотаж Это не только из-за спектакля «Панночка» Который в эти выходные Показал молодежный театр «Ровесник» Просто туда вновь приехала выставка Ивановского текстиля В Березняках вновь гостит выставка текстиля На которой представлены экологические подушки И одеяло более трехсот видов постельного белья Ну просто мечта для хозяек Кстати, вы можете быть уверены Эта красота прослужит вам долго Комплекты из поплина, сатина, прочной бязи Для выставки отбирают с особой щепетильностью Только качественные материалы и красители Которые не потускнеют и не сядут После многочисленных стирок На всех этапах производства Белье проходит строгий контроль качества Сегодня люди все чаще стали задумываться О своем здоровье Поэтому спросом пользуются подушки С эффектом памяти Они поддерживают позвоночник в правильном положении И помогают максимально расслабиться А сейчас полезный совет Для жителей малогабаритных квартир Топпер это настоящая находка Для тех, кто спит на диване Но мечтает о полноценной кровати Внутри топпера мягкая эластичная пена Которая делает ваш сон мягче и комфортнее Все необходимое для самых приятных и сладких снов Вы можете приобрести на уже полюбившийся березняковцем Ярмарки текстиля Выставка будет работать два дня 30 и 31 марта в ДК имени Ленина Евгения Кашарова, новости Верхнекамья К другим темам Все, чем мы пользуемся Когда-то придумал и изобрел человек Даже за бездушными стенами Стоят реальные люди Которые производят стройматериалы Такие есть и у нас Жители микрорайона Любимов Даже не задумываются Что стены выполнены из бетона Который несколько десятков лет Производят у нас в городе Кто о ней расскажет Елена Силакова Любимов, пожалуй, самая масштабная стройка Пермского края Красивый, яркий, современный микрорайон В котором живут сотни семей И которые продолжают возводить десятки строительных бригад Но мало кто знает, что сегодня родному городу расти и процветать Помогает наш Березняковский завод Который уже более 15 лет изготавливает высококлассный бетон Для многоэтажного строительства и возведения частных домов Семь утра Некоторые только просыпаются в это время А на заводе «Контактстрой» уже выстроилась очередь из бетоносмесителей К слову, автопарк здесь свой Что позволяет оперативно доставлять сырье клиентам Максимум 15 минут на заливку смеси И машины отправляются по стройплощадкам Такой насыщенной жизнью завод живет круглосуточно А производство здесь непрерывное Процесс приготовления бетонного раствора очень интересный За моей спиной находятся две цистерны с цементом Вещество попадает по небольшим трубам Вот в это многоэтажное здание Где наверху сидит диспетчер Который определяет соотношение песка и щебня А дальше бетон уже заливается в бетонную мешалку На первый взгляд кажется, что это дело нехитрое Однако качество зависит от хорошего сырья и правильных пропорций В этой компании высококлассность бетона контролируют в своей собственной лаборатории Сертификаты выдаются на каждую партию За 20 лет контакт-строй до мелочей отшлифовал производство И сформировал прочный коллектив Елена Рожнева, например, работает здесь с диспетчером 22 года Казалось бы, сфера мужская, но она в ней чувствует себя как рыба в воде Конечно, это опыт и любовь к порядку Говорит, во всем любит точность, поэтому все заявки проходят под ее контролем Работа мне нравится, интересное общение с людьми Ну как бы даже то, что мы им делаем, ну как, доставляем бетон, раствор Всегда вовремя, люди вроде как довольны нашей работой Довольны их работой сегодня и на частных застройках, и на градообразующих предприятиях Среди постоянных клиентов такие крупные промышленные гиганты, как Уралкалий, Уралхим, Еврахим и Содовый завод К слову, многие дома в Любимове также построены из нашего местного бетона, который производит контакт-строй А в этом микрорайоне, в котором, кажется, только вчера закладывали первый кирпич Диву, даешься, вырос как на дрожжах, а потому что все под рукой, говорят строители Действительно, спустя 20 минут после заливки машин на заводе, свежий бетон уже на объекте Такими темпами к 2025 году здесь построят более 30 домов, а это почти полторы тысячи квартир Контакт-строй поставляет сюда бетон с августа прошлого года, за все время ни одного сбоя в работе Взяли бетон у Контакт-строй, это Березниковский бетонный завод По заявке отработали четко, установлено заказанное время, по машинам вроде как перебоев нет То есть, на данный момент все хорошо, все по-дому Если вы давно мечтаете о собственном производстве, имейте в виду, Контакт-строй работает и с обычными людьми Здесь можно заказать товарный бетон, растворы для стяжки, бетон для мостов и бассейнов, а также блоки, щебень и песок А чтобы не ошибиться в расчетах, к вам приедет специалист, все подсчитает и расскажет, какое количество бетона вам необходимо Ознакомиться с продукцией завода, качество которого проверено десятилетиями, можно на сайте beton59.rf или по телефону, который сейчас на экране Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья Во время Великого Поста для горожан открывается возможность поклониться уникальной святыне В Никола-Дмитриевский храм доставили фрагмент шипа тернового венка и часть туники Иисуса Христа В Никольский храм привезли фрагмент шипа тернового венка и частицу туники Спасителя Это уникальные святыни христианского мира, которые напоминают православным о том, что Иисус прошел земную жизнь, а после отдал себя в жертву за человеческие грехи После распятия терновый венок хранился в Иерусалиме, потом в Константинополе, а в 13 веке его передали в собор Парижской Богоматери В 2017 году фрагмент шипа тернового венка и частица туники Спасителя были переданы на вечное хранение в Соликамскую епархию И теперь поклониться ей могут и верующие нашего города Великий Пост – это духовное делание, в которое вступает христианин И для укрепления телесных и духовных сил В сегодняшний день очень все рады И в том, что святыня именно в этот период пребывает в нашем храме для укрепления верующих Человек, прикладываясь к святыне, ощущает через какой-то период времени какую-то особую благодать, которая у него появилась По благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы Величайшая святыня находится в Березняках до 8 апреля Ежедневно храм открыт с 10 утра до 6 вечера Духовная жизнь города богата на события 4 апреля в кинотеатре «Мелодия» пройдет премьерный показ документального православного фильма «Где ты, Адам» Этот фильм с успехом прошел в столичных кинотеатрах осенью прошлого года А нынче его покажут и в кинотеатре «Мелодия» Короткометражную ленту спродюсировал протодиакон Александр Плиско Действие картины разворачивается на одном из полуостровов Эгейского моря В древнем мужском монастыре Дехиар на западном побережье горы Афон Главный герой фильма, игумен Григорий, рассказывает, что монастырь может превратиться в груду камней под натиском моря А чтобы сохранить это, нужно с нуля выстроить подпорную стену Море в ленте – это метафора мира, а стена – монашеское государство В фильме вы увидите крепкий стальной дух, великую волю и покаяние Фильм «Где ты, Адам» будут показывать у нас в Березняках в кинотеатре «Мелодия» 4 раза Каждое воскресенье апреля в 2 часа дня Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра «Мелодия» и в Березняковских храмах Вход зрителям с 6 лет Умники и умницы! Сегодня в администрации города торжественно наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников Какие перспективы открылись победителям, расскажет Екатерина Зибзеева Илья Ведерников исследует функции на экстремуме Пожалуйста, Илья Вперед к доске, а точнее к знаниям Десятиклассник Илья Ведерников выкладывается по полной и на уроках, и на Олимпиадах Илья – человек разносторонний В этом году он стал участником трех Олимпиад по математике, географии и экономике Вот только экономики, как таковой, в третьей школе нет Ребята изучают ее дополнительно, на свое усмотрение И для нас это дополнительный курс, который веду я самостоятельно Он не входит в учебные предметы Мы готовимся вместе с ними Мы вместе идем по ступенькам То есть они где-то меня учат, где-то я их учу Так как у меня такого предмета в школе нет Не было, но теорией я пытался заниматься как-то сам Книжки читал, то здесь мне больше помогала математика Основная трудность – это время Я такой нерасторопный Мне нужно сесть, подумать И время – мой главный враг Добрый день, дорогие друзья! Самый верный способ предсказать будущее – это создать его Сразу после уроков на встречу с мэром Сегодня в городской администрации награждали призеров и победителей регионального этапа Олимпиад Наш герой взял аж два призовых места по географии и экономике Заслуженные награды получили 40 человек Школьники и их наставники – учителя Среди победителей регионального этапа только одна девушка Варвара Болтрушевич – ученица 9-й гимназии Она повторно взяла золото региона на Олимпиаде по мировой художественной культуре И стала призером на Олимпиаде по истории В этом году Олимпиада была в принципе интересная Но не было творческого тура в большей степени И надо было проявить все свои теоретические знания Задание составлено так, чтобы нам было интересно их решать И это как головоломка Она очень много работает вообще над своим кругозором И вообще над своим развитием Кроме того, что она отличница И мы надеемся, что она получит золотую медаль Но в следующем году, потому что она закончила 9-й класс У нас в прошлом году с аттестатом особого образца А кроме того, она у нас еще вице-президент гимназии То есть она вообще очень такой активно движущийся в своем развитии человек А вот победители регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников А их 6 получили возможность блеснуть знаниями На заключительном этапе Олимпиады Екатерина Себзеева, Степан Некрасов Новость с верхниками Правильно и точно рассчитывать ингредиенты Чтобы выпускать качественные и полезные продукты Это тоже наука И вы уже сейчас можете в прямом смысле вкусить ее плоды Ведь в Доколенина приехала выставка продажа Белорусского продовольствия и казахстанских конфет Диетическое гипоаллергенное нежнейшее мясо кролика Или остренькая сыровяленая грудинка с пряностями решать вам Деликатесы из утки, вареные колбасы по советским гостам И тающие во рту сало из Гомельской области Богатые ассортименты мясной продукции Не оставят равнодушным ни одного любителя вкусно покушать Мы представляем новинку Это поленица сыровяленое мясо Мы представляем сыровяленую оленину Также колбаса от бабульки Но это еще у нас она называется тыканые пальцы Также новинка Это ветчина называется Но это мясо сыровяленое Шикарное, которое выдерживается Когда готовится 45 суток А самое вкусное на десерт По соседству с белорусскими мясными деликатесами Расположились сладости из Казахстана Мармелад на пектине, печенье, пряники, шоколад И, конечно, конфеты Например, конфетка с забавным названием Плотник Вася может иметь Изысканную начинку со вкусом сыра Маскарпоне и ликера Бейлис А конфеты укус женщины удивят Вкусом ромовой вишни Мы представляем кондитерские изделия Производства Казахстан Две ведущие фабрики Это Алма-Атар-Ахат и Кустанай-Баян-Сула У нас в наличии более 150 видов конфет Также большой ассортимент шоколада Горький шоколад 80-70% Любимые продукты От проверенных производителей В Березниках Вы можете купить с сегодняшнего дня С 29 марта до 2 апреля За всем самым натуральным Спешите в ДК Ленина На выставку продажу товаров Из Белоруссии и Казахстана Евгения Кокшарова, Степан Некрасов Новости Верхнекамья Колючая проволока не преграда Если любишь заниматься спортом Более 20 осужденных Были замечены на лыжных трассах в Новожилово Почему они оказались за пределами колонии Расскажем далее Участие в лыжном спринте Для осужденных участка поселения ИК-38 стало поощрением За примерное поведение и добросовестный труд Организация подобных мероприятий В исправительных учреждениях Пермского края Уже стала доброй традицией Мы сегодня хотим посетить этот день здоровья И пробежать 3 километра Для того, чтобы доказать Что мы сильные, мы здоровые, мы крепкие В ходе прохождения 3-х километровой дистанции 23 осужденных В сопровождении сотрудников колонии Показали отличные навыки Классической ходьбы на лыжах Спуска и подъема А также коньковой езды По завершению спринта Были названы имена призеров Первое место занял Савкин Второе место занял Кротов Третье место занял Грузьев Всем молодцы Всем спасибо за участие Стоит отметить, что с начала текущего года Это уже второе выездное соревнование Для осужденных колоний и поселения Ранее в январе они участвовали В турнире по зимней рыбалке Впереди планы по участию в волонтерских акциях И сдача норм ГТО Если вы не равнодушны к жизни Березняков, то снимайте на видео городские проблемы Или интересные события и становитесь участником нашей акции Мобильный репортер Победитель рубрики получает сертификат в ресторан на 3000 рублей Свою новость вы можете отправить нам на почту На стальные двери до 30% Акция действует до конца месяца Успевайте! Количество моделей ограничено 30 марта на территории Верхнекамья Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков В Александровске и Кизеле плюс 5 градусов В Соликамске столбик термометра будет подниматься до отметки плюс 6 градусов В Березняках во вторник температура воздуха ночью минус 2 В дневные часы плюс 5 градусов Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба Ветер западный 3 метра в секунду 30 марта солнечная активность умеренная Также ожидаются небольшие магнитные бури Внимание! Новый салон Кудесник Парижской коммуны 54 Стальные и межкомнатные двери Украшения и защита вашего дома Доставка, качественный монтаж Первым покупателям установка в подарок Новый салон Кудесник Парижской коммуны 54